Всем привет дорогие друзья, меня зовут НДНД, это вновь канал по кубикам Кубачевский и в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу о том, как установить фабрик моды на ваш клиент Майнкрафта Как вы можете видеть, у меня слева сверху в углу появилась миникарта Я играю на версии 1.18.1, версия фабрик И это обозначает то, что у меня все получилось И это обозначает то, что у вас тоже все получится Ведь в этом нет никаких проблем, это абсолютно просто Если вы будете смотреть видео внимательно, досмотрите до конца и обязательно поставьте лайк то у вас все будет хорошо и все будет работать Итак, значит перейдем к самой установке, но прежде небольшое пояснение Что такое вообще фабрик? Фабрик это своеобразная среда, можно сказать, что аналог форджа, который позволяет работать мадам Майнкрафта Но будьте внимательны и знайте, что фабрика фордж моды никак не совместимы И вы даже не пробуйте, у вас ничего не будет работать Итак, основная проблема установки модов фабрик в том, что вы устанавливаете моды не фабрик Просто ваша невнимательность делает так, что вы ставите какие-то не те моды И значит слушайте, что нужно вам делать Хотя стоп-стоп, сначала немного не об этом Для работы фабрик модов сначала нужно установить фабрик Как бы то ни было странно, они без него никак не работают И вообще об этом я рассказал в своем прошлом видеоролике Ссылка на который появилась сейчас справа сверху в аннотациях Либо же будет в описании под видео Значит вы смотрите видео, понимаете как его установить Устанавливаете и мы можем переходить к следующему пункту Вообще в описании под каждым модом пишется о том, что он для себя требует для своей работы И большинство модов требует для своей работы фабрик API Я оставлю в описании ссылку на этот фабрик API, чтобы вы его обязательно скачали Значит мы переходим на эту страницу и нас интересует раздел файлс Здесь нам необходимо найти нашу игровую версию В моем случае это версия 1.18.1 Я ее нахожу, скачиваю и перекидываю в папку mods Которая появилась у нас в корневой папке Майнкрафта Если что, ее можно открыть с помощью команды %updata% Для того, чтобы открыть это меню с командной строкой Мы нажимаем Windows Plus R И сюда уже вписываем команду И значит мы перекинули фабрик API в папку mods И теперь можем искать моды, которые нам нравятся Здесь как раз и заключается важный момент Момент, в котором обычно возникают у вас проблемы Да, во-первых, я рекомендую вам настоятельно использовать именно сайт CurseForge Так как это более надежный сайт, откуда вы достоверно знаете, какие моды скачиваете И что вас точно не обманут как на версию, так и на работоспособность мода Да, конечно, я понимаю, что вам нравится использовать различные сайты наподобие Minecraft Insight Типа здесь более удобный интерфейс, тут есть картинки красивые, да, все супер Но знайте, что на этом сайте не гарантировано, что у вас будет именно та версия, которая вам нужна Так как разработчики, авторы постов с теми модами, бывает халтурят и впихивают не те версии И вообще, как вы можете поступить в данном случае? Вы находите мод, который вам нравится Читаете описание, смотрите картинки, вам понравился И значит мы берем и копируем его название и вставляем уже на сайте с CurseForge Но в данном случае у нас мод, внимательно смотрим, что мод у нас идет на Forge, требует только Forge Иначе он нам не подходит Мы можем просто в поисковике найти моды Fabric И уже здесь искать моды, которые нам понравятся На каких-то моде гейкончиков, вот И уже их название брать и вставлять на сайте Minecraft CurseForge Но, внимание, опять же, мы выбираем именно Mods, не Mods Pack И здесь выбираем Game Version, Game Version Fabric Game Version Fabric убираем И здесь уже ищем моды, которые нам нужны То есть, либо мы вписываем их название, либо же прям тут и ищем Я вот, кстати, до этого скачивал мод к Sayero Minimap Давайте прямо его и посмотрим, чтобы точно знать Я вот, кстати, как раз с ним и напоролся немного на проблему свою Сам по невнимательности скачал не ту версию Вот смотрите, здесь в мода, я вхожу в раздел Files, чтобы скачать именно уже файл для моей игровой версии Здесь есть версии как Fabric, так и Forge То есть, я первый раз взял и скачал версию для Forge И поэтому у меня мод не работал Так что смотрите внимательно, что вы скачиваете и для какой игровой версии Иначе работать, опять же, ничего не будет Или даже появится краш Майнкрафта То есть, мы выбираем свою игровую версию и скачиваем версию Fabric Все, качаем этот файл и после небольшого ждания он у нас скачается Fabric API Так он у нас скачивается Загрузить заново, пофиг И мы его просто берем и перетягиваем в папочку mods Все, после этого мы просто берем, закрываем наш Майнкрафт Офигенно, появился второй файл этого мода Это, конечно, фигово После этого мы просто перезаходим в наш Майнкрафт И запускаем именно ту игровую версию, на которую мы мод поставили Все, мы ее запускаем И после запуска Майнкрафта у нас мод будет установлен Если вы проделали все правильно, если вы смотрели на все внимательно То у вас все 100% получилось Нет, конечно, могут возникнуть ошибки и по другим причинам Там неактуальная версия Java или что-то в этом роде Но тут уже нужно отдельно разбираться В общем, друзья, если у вас возникнут проблемы, можете написать нам в комментарии под видео Либо же в описании под видео есть ссылки на наши социальные сети Такие как ВКонтакте и также Телеграм-канал, для кого ВКонтакте недоступен Пишите туда, мы вам отвечаем в любое время суток и помогаем решать ваши проблемы Ну и, естественно, комментарии тоже для вас доступны Там мы все читаем и отвечаем После небольшого утупления Майнкрафта он у нас запустился И теперь можем зайти в наш игровой мир И наблюдать то, что у нас мод будет установлен Да, вот, как вы видите, у меня все работает, все прекрасно Ну и, в общем, друзья, я надеюсь, что у вас также все будет работать Все будет замечательно И я вам могу пожелать только удачи Ну и попрошу вас поставить лайк на канал, если у вас все получилось, все хорошо Ну и подписаться тоже на канал Хотя лайк под видео поставьте В общем, микрофон был Ndenden Я с вами прощаюсь, но прощаюсь с вами ненадолго Всем удачи и до скорого Субтитры сделал DimaTorzok